вторая серия и едем из киля в милан везем топливные фильтры вот на этой тачке рено рено премиум не магнум премиум сейчас я отдыхаю штутгарте пятница 9 вечера сутки целые уже в дороге вот и тут самое интересное теперь можно и тут самое интересное теперь нужно выехать вставляю ключ как выехать это конечно вопрос тут в общем довольно тесно поэтому я буду смотреть как я маневрирую снаружи а и Кстати, можно управлять подъемлемостью самого прицепа? Ну, не надо. Ну, просто можно. Десять тонн, это как бы много, поэтому... Всё, можно... Ехать нормально, как-то, да. Сейчас, через кабину, да, то есть, развернулись немножечко, и можно идти. Десять тонн, это как бы много, да, то есть, развернулись. Так, значит, из Штургарта я хочу выехать по неизведанной мне дороге, чисто потому что, чтобы увеличить количество процентов следования карты. Здесь особо немного времени потратиться, чтобы прокатиться по Штургарту. Какие-то ночные поездки у меня. Первую часть я начал ехать ночью в девять вечера, кстати. Вторая часть маршрута тоже в девять вечера началась. Тоже в ночь придется ехать, а ехать часов восемь, то есть... Это где-то утром опять доеду. О, подфартило. О, подфартило. Продолжение следует... 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 я сгоняю конечно но на следующую здесь просто разогнался и здесь перестраиваться это капец стремно к тому же глубоко у меня есть почти резко останавливаться на трассе шоссе был бы не совсем корректно проще говоря я бы был пидорасом только здесь такая проблемочка небольшая появилась как-то очень странно вот так все проблемы нет так и струюсь так смотрите 6 часов 2 минуты ехать ровно 6 часов 2 минуты короче я идеально укладываюсь но как показывает практика маневрирование заправку и прочее на это уйдет время мы в швейцарии поэтому нужно вот этого копа пропустить немножечко понарушать хотя здесь трубка вот о чем я и говорю так мы в целых маневрирование на таких поворотах отнимает много времени у меня как раз и застреливание впрочем не бесплатно проходит с точки зрения времени чекану по моему нет вот потерял время короче говоря я немножко не успеваю несмотря на то что переработала целом не успеваю короче надо как-то нагоняюсь прямо из 80 прям вот туда прямо так от балды 80 мы не можем так сети нарушить здесь нужно пропустить без нагрева у нас пропускает давай есть я течу зря пропускал упертый блин я поехал он поехал ночи за сильный а а а и и и и и ехать пять с половиной осталось короче на полчаса отстаю соответственно не стойку крутить неохота а 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 40 40 40 40 45 44 45 45 46 46 48 48 48 48 48 49 нет собственно превысил слегка если же 80 отлично заправка некогда на полчаса отстаю на полчаса Из севера Бюрмании на Италию. Короче, всю Европу севера на юб проехал за эти два эпизода. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 пока я еще туплю заезжаю не туда разворачиваюсь даю назад это тоже тратится время на это блин не успел короче больше чем на полчаса все и 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 Продолжение следует... 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 как раз успела за часто заправки дают заправлюсь это все подметы а если настройка с количеством пешеходов график аудио игровой процесс наверное он игра усталость сложная так вот следующая серия будет вот с таким рейсом наверняка это будет скорее всего наоборот самый короткий возможно наоборот случайное дорожное прошествие я повышу осень все-таки вероятность осадков стабилизацию пониже чтобы интереснее было так 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 ретартер бла-бла-бла пешеходов я не вижу здесь видимо нет ух все ух ок так никого нормально так конечно нельзя я понимаю но никого-же и погода отстойная осень прям реально прямо осень похоже на пробу и место красиво очень реалистично мне нравится далее никого я собственно кто елю вычисли утро 3 минуты 9 Продолжение следует... 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 Я видел такие парковки во Франции. Угу. Ну, девять утра. Шесть вечера. Эх, у меня уже восемьсот тысяч триста... ...восемьсот тридцать тысяч евро. Пойдемте-ка, купим Реношечку. Сейчас нет. Вообще, посмотрите, сколько у меня Рено. Я просто все подряд скупаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть Рено. Так, в гаражах у меня есть места? Так, здесь три, три, так-так-так-так-так-так... Здесь три из пяти. Вот, в стеттинг нужно. Не, в киль и в стеттинг. Короче, три тачки могу купить. Так, сколько у меня Реношек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, значит, седьмой Рено. Здесь онлайн. Так, четыре, пять, шесть. Вот, вот этот седьмой. Ну, я его удешевлю немножечко. В частности, я вот там кабинку подешевле поставлю. Опа! Он был какой-то раскрашенный, да? Соответственно, вот... Вот я ее, конечно, сделала подешевле, но... Как бы сделать окраску-то Реношечку надо, да? Вот, вот такая она была. Она, кстати, офигенно дорогая, но это, блин, круто. Это... Кобину дешевью. Здесь самое дешевое шасси. Ну, поставлю самый дешевый движок. Чтобы побольше закупить, просто... Трансмиссия, ну, так, самая дешевая, без ретардера. Самая дешевая... Самый дешевый интерьер. Так, можно ли удешевить как-нибудь что-нибудь снять? Например, зеркала нет, да? Здесь вот это вот было, да? Так, зеркала может подешевле поставить? Их дешевле нет. Выхлопы можно ставить, можно что-то снимать. В общем, сейчас я... Диски подешевле. Так, ну, и резину может подешевле. Так, ну, и резину может подешевле. Что-нибудь еще? О, это и так самое дешевое. Так, тут можно что-нибудь удешевить. Так, вообще говоря, обязательно нужно ставить таблички. 53-й это будет у меня номер. Так, 53-й применяем. Так, здесь можно снять боковое зеркало? Вообще снимать можно? Или только одевать? Снимать нельзя. Странно. Даже удешевление в кабине поставила. Почему он? Ага, вот так. Значит, и козырек. Козырек примлять еще интересно, какой козырек. Ага, здесь нет этого козырка, да? Ну, ладно. Так, что еще? Ну, я не знаю, где еще подешевле колеса? Ступеньки их дешевле уже некуда. Резинку экономим. Так, давайте сомневаюсь. Вообще-то, я думаю, что я краску тоже поставлю дефолтную. не, ну, дефолтную это дефолтную сейчас 32 тысячи это по-любому дешевле, поэтому я поставлю зеленую, да вот, гениально все, вот так ну и 75 тысяч мы экономим так, покупаем киль вот сюда здесь одно местечко есть окей, но однако же у меня есть еще необходимость на неотводила на этого чувака, на этот грузовик, точнее не совсем так я себя пересажу на новый ну и на свой старый кого-нибудь назначу так, экономить не будем вот сюда вот сюда отлично а, Ленка хи-хи-хи так, этого мало нужно еще один рыношечко да вот, все рыно у меня получаются скуплены вот, значит вот этот я прям беру вот как есть так, сейчас момент поставлю просто табличку да 53-54 вот такую табличку да вот принимаем покупаем покупаем в стетине у меня есть еще два места вот значит персонал себя назначаю уже на новый в стетине все окей так и кадровое агентство ну, пусть вот о, у меня вот опасненько да, он больше заработает так нанимаю мушки все киль укомплектован населённый правильно, конечно, называю называют населенный пункт у меня еще есть деньги теперь я буду приобретать скани все подряд прямо онлайн в стетине вот 113 тысяч скани 2012 нормально зелененькая да, но я хочу чтобы она была не зелененькая а красненькая ну, чисто по приколу у меня уже была одна красная скания да крымзин или в это мне как-то слишком принтер да, блин вот этот пусть будет довольно-то хороший цвет да ну, все я больше менять не буду 53, 54, 55 будет у меня та самая тачка точила да, 50 как класс 55 будет да, ну, то есть просто беру вот этот вот вот это вот на присутствии штука 55 да талипасовское устройство вот отличный кстати говоря салон вот остальное я ничего не трогаю просто беру вот стоковая да, как есть так беру вот ну, вот просто стоковая такая штука да вот отлично беру эту стоковую штуку и на ней поеду принимаю вот кстати сэконом на чем-то не знаю на чем на цвете так покупаю вот сюда вот здесь у меня место здесь и мерседес и рено и скани окей так персонал я себя назначаю на этот грузовик так назначаю себя в киль вот сюда окей соответственно мне нужно кадровое генство нанять чувака вот этого чувака нанимаю вот сюда вот сюда рядом так однако у меня есть еще средства аааа это не все хорошо у меня есть средства на еще одну скани так и собственно я это сделаю вот скани но не 2012 новая до 50 сейчас я забыл какой 55 56 сколько у меня их 56 да так 56 56 56 56 не важно на самом деле 56 56 это белое скани у меня фрейдлайнер только белое было это прям совсем белое оно как-то слишком белое поэтому я ну не нормально кстати таких серых у меня не было во хороший цвет кстати блин не ну ну пусть будет белое а я не против значит здесь довольно-таки неплохой салон очень близко правда расположен к рулю все это дело здесь нет сису никто не приоттачен 56 ладно сису не приоттачен к сожалению ну вот нормально 56 56 тачка я ничего не буду в ней менять как есть так и будет принимаю покупал у меня нет места в гаражах да блин мне нужно гараж сначала улучшить так все заняты все места заняты в гаражах это конечно да самый первый гараж по прибыли отсортирую в италии у меня прибыльный достаточно гараж поэтому я его улучшу да ну улучшу круто это прямо видно что картинка или как-то картинка внутри стекла да не особо обманка две отсюда хорошо получилось но могло быть хуже вот это хорошо эти местные гаражи теперь так значит вот этот итальянский гараж я в него собственно приобретал эту вот сканию которую я только что настроил она там сбросилась скорее всего настройка тут три страницы нифига себе в скане и сколько это же капец сколько их покупать я все потребности скупаю поэтому 56 так здесь ого здесь прямо можно много чего настраивать круто но я пока стоковую возьму 56 но 56 применяю изменять сколько рейсов там сделаю столько всяких штук навешивать если интересные вещи пока ничего не найдено передний бомбер можно меня ладно так все принимаю просто не мне на ней ездить поэтому покупаю в милан вот он да вот место крыжа окей так теперь персонал себя на него перемещаю в милан и нужно еще одного человека нанять так нужно зайти в кадр агентства нанять водителя мартина так ну же стептен вот сюда так мне еще деньги на один грузовик будет третье скание кстати в милане есть опцион скание 192 ну вот это как раз хватает 57 тачка классный грузовичок 57 тачка мне еще наводил нужно там 2000 да 57 так 57 принимаю вот покуда у меня 125 покуда мне на этом ездить я могу и не могу на самом деле или могу эксклюзив могу сюда какой-нибудь поставить ладно давайте вот здесь погоняем это не будут работать обычные перевозки да то есть обычные перевозки да для обычных перевозок вообще почти не подходит поэтому фига себе такая колбаса может быть тяжелые перевозки по эксплуатировать о фигасе ну почему бы и нет тяжелые перевозки ну вот здесь нужен двигатель помощнее для тяжелых перевозок и для внедорожных качеств хорошо тогда я буду набирать внедорожник трансмиссию соответственно можно прямо просто брать само а у меня видите какая проблема у меня есть ограниченные финансы поэтому давайте оптимизирую для обычных перевозок все же нет это ухудшает обычные перевозки нет дефолтный самый хороший ну это все хуже делает во во 12 передач с ретардером для обычных перевозок хорошо самое то так сейчас во не 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 вот это вот оставляю кабина ну кабин ничего с ней скажешь да 180 ну я уже ездил на обычной отделке да и соответственно я могу поездить вот на такой отделочке стандартной но с осветленной вот этой вот отделкой да ну цвет меня вполне устраивает оранжевый забавный так значит какие-нибудь тут что табличка водителя руль можно сменить на свет будет с деревом и 8 эксклюзивная ну вот так вот не он стандартный но со светом просто ладно здесь у нас можно какие-то штуки от сисла это еще работает а здесь что подсветка нафиг 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 не надо подсветку внутреннюю нафиг она тут ковер какой-то можно повесить даже не ковер вообще фигня какая-то так тут что можно развешивать шарик обычный козырек ну салон скажем так о нет я почему снаружи здесь можно много чего ставить в частности мираж вот например мираж лайтбар и на лайтбар можно отделка нет нельзя отделка ничего ставить на лайтбар и мигалка сюда как-то нехорошо не влезает это что такое здесь можно фары воткнуть погоди-ка лайтбар интересно конечно закрепляется может козырек заводской вариант заводской вариант козырька круть можно фары даже навтыкать но это в 10 раз дороже лайтбар после этого нужен слишком много светительного оборудования бампер можно несколько нестандартный выбрать это защита бампера сам бампер можно без фар высокий краска во класс сразу на лиазе похоже что защиту бампера защита здесь довольно-таки мощные и кстати говоря довольно дорогие поэтому здесь можно оставить мираж с самыми дешманскими габаритами по бокам тоже габариты габаритами ну очень много осветительного оборудования на самом деле можно понаставить 190 ой не то 190 ну да эти 190 попробуем добавить да так что это это собственно бампер это здесь достаточно мощные кингуретники да собственно необходимость кингуретники я не вижу особой хромированная эксклюзив хром поставлю так если ничего особо нет возможности ничего поставить да с хромом эксклюзив вот так неплохо кстати выглядит два дворника так здесь можно фары воткнуть да так защиту бампера защита бампера мираж это и есть защита бампера я уже ставил так самурай ну красота мираж очень сложный но выглядит стильно противотуманное поставлю сейчас противотуманное поставил так лайтбар заодно еще о все нет у меня денег особо нет все я думаю этого будет достать но у меня не хватит понимаете тогда на водителя поэтому защиту бампера я все-таки в бампер в смысле поставлю попроще поскромнее вот самурай и две противотуманные фары достаточно все я думаю здесь этого всего мне хватит я думаю этого достаточно можно лайтбар ваткнуть подешевле какого не висит подешевле можно чуть-чуть на колесах набрать о не крылья это конечно путь будет пластик к тому же мне не хватает бабла о не не хватает вообще-то хватает пластик это фигня краска и пластик ну пусть будет пластика немножко для оттеней да на колесах сейчас наберем подороже вот рейлмастер он какой-то как отзывка ну ладно зима в принципе скоро тут можно что-то ставить ого фига себе обычный задний бампер усиленный задний бампер усиленный с краской вау и все с краской вот это шикарно да так здесь можно так поставить ничего о можно юбки здесь провода какие-то они это вышут можно юбку пластиковая защита пластиковая защита конечно неплохо с этой стороны она внутри там здесь можно ну это заводское бампер снимать даже нельзя да здесь можно пластик юбки просто поставить да пластиковая над бензобаком над обоим здесь думаю пластик это конечно на это у меня денег нет на это кстати тоже поэтому я ставлю просто обычную пластиковую защиту самую дешманскую и в принципе можно конечно выхлоп поставить о как классно а где он так-то по дефолту этот выхлоп где-то там под машиной ну ладно давай выхлоп сделаю заводской у меня хватит не 16 вот что это дороговато дороговато так можно здесь о а это что а брызговики даже можно ну не не я лучше гайки поставлю другие на задние колеса да вот ну в принципе это не хватает колпак тоже на передние колеса гайки поставлю подороже в принципе можно вот так оставить и в принципе я так полагаю крылья здесь можно тоже поменять она у меня пластиковая ну пусть будут пластиковые у меня здесь тоже пластиковая все принимаю покупаю классно выглядит в италии у меня здесь есть место в гараже сюда да так теперь нужно персонал нанять нет сейчас себя переназначу на вот эту новую сканер в милан сюда и можно нанять водителя ну самым простецкого да ленка пиздец вот сам самый дешевый только хрупкий груз чуть-чуть учится водить вот на эту новую сканер ну у меня как бы не очень много денег теперь остается ну что ж я думаю можно посмотреть эту сканер просто подключиться к ней да загрузиться и этот эпизод достаточно снимать три сканер есть еще примерно 7 ну вот до отдыха 10 часов тут в принципе отличное красивое сканер если грузовик то сканер ну все до новых встреч